Золотая маска. Знаменитая российская театральная премия. Стать ее лауреатом или даже номинантом – большая честь для всех деятелей театра. Впервые Золотая маска представила свои спектакли в Нижнем Новгороде в 2001 году. А в 2021 фестиваль стал частью масштабной культурной программы, приуроченной к 800-летию города. А в этом году в афишу проекта вошли постановки из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, например, спектакль «Школа жен» Московского театра имени Владимира Маяковского был номинирован на премию в шести категориях. И теперь впервые гастролирует по России. Театральная труппа прибыла и в Нижний Новгород. Я острохарактерная. И бываю грубовато, крайне грубовато. И так бываю социально, так крайне динамично. В общем, смысл в том, что это вообще не мое. Но я эту работу очень люблю, потому что работала с гением. Минна Угоскорбовская – гений абсолютный. Этот спектакль о том, что нужно уметь прощать. Это самое, наверное, важное. Ну и, конечно, про любовь. Была сложность, чтобы уйти от стихов, уйти как раз к прозе. Чтобы это не выглядело как стихи, чтобы строчка за строчкой, чтобы поднимать что-то строчку. А как? Просто льется, ну, чтобы проза была. Нельзя усидеть на месте. Это момент такой, что я понимаю, когда мы играем этот спектакль, что если у меня чуть-чуть присогнуты ножки, то все. Это что-то не то. Всегда не то, что это даже напряжет. Всегда энергия, молодая энергия, здоровая энергия, которая захватывает, когда ты не можешь усидеть на месте. И как раз несет молодость. Это самая главная, наверное, тема героя. Молодость, молодость и любовь. Гастрольный вариант. Он предполагает неизбалованного зрителя. Понимаете, все-таки Нижний Новгород – город театральный, безусловно. Но не каждый день здесь играют московские театры. Правильно? Поэтому публика у вас вдвое благодарнее, чем публика московская. И прием соответственный. Так что на гастролях, пожалуй, лучше, чем в Москве.